приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клева мы с вами на днестре сегодня проводится соревнование по фидерной ловли fish dream 2019 и я сегодня буду комментировать эти события потому как сегодня соревнуются 5 пар вот и все секреты этих 5 пар конечно же вы узнаете друзья вначале хочу вас познакомить с организатором этого чемпионата одесской области по фидерной ловли константин вот он уже подходит приветствую вас константин я вас александр вот это константин организатор нашего турнира турнира по фидерной ловли fish dream 2019 расскажите пару слов в организации соревнований кто вы чем вы занимаетесь ловим на фидер по большей части также на поплавок также на спиннинг очень мой на мормышку мастер рыболовного дела одну руку мира все пока на одну потому что поплавке получается фидеры получается спинги пока так себя по фидеру сейчас руководитель являюсь руководителем фидерного направления в одесской области потом организатором данного турнира как представитель компании fish dream в одесской области проводим турнир сегодня у нас пять пар собирается 5 по дуэлянтов будет интересно рыба есть по предварительной информации тарань стоит недалеко можно ловить много спортсмены думаю покажут вас так что смотрим друзья мы даже нарциссы расцвели ради такого события как говорил наш к сожалению уже покойный сергей петрович не срок президент федерации рыболовного спорта про рыболовный спорт что в первую очередь это красиво костя вы себе тоже будете ловить это как я буду ловить думал на фидер но что-то смотрю что по информации рыба рядом поэтому возьмем наверно маха удочку и будем показывать вас и я у ребят одолжил я мне животины не нужно ловим на корм ловим на корм соответственно три не отходим от тренда единственное что добавляем глину глина нам нужно для утяжеления смеси потому что будем закармливаться шарами то есть чтоб шары доходили до дна были более тяжелыми и плотнее лежали на дне не сносились ниже причине поэтому глина для поплавочников это основа понятно вот друзья вам первый совет и первый секретик маленький пока маленький так друзья представляю вам первую пару дуэлянтов это николай и растислав здравствуйте николай здравствуйте это растислав у нас давайте с ним поздороваемся тоже 20 рослав виктор и юрий правильно да здравствуйте и юрий давайте покажу наших двух оппонентов вот они начала у них буквально через две минуты скажите пожалуйста какую прикормку вы сегодня будете использовать супер и black и это целый а универсал и фидер не салфер да все перемешали давай засадок что есть мотыл модель мороженый до пара мотыля пара за преимущественно какую полную человек ловить рыбу на штуку на района трендарь понятно хорошо виктор вас расскажите пожалуйста на что супер black да то есть вы себе ориентированы чисто на тарань то есть карася не планируете то есть высотой реакции и наполнением сотка таранью решили своего оппонента выиграть правильно понимаю а из наживок чтобы использовать а можно поставить ваше все так друзья вот оно все давайте посмотрим что там интересного а не ты лючек да понятно хорошо скрыть и как у вас диаметр поводка 08 но 128 но 128 а длина понятно нашли уже где-то перспективы точки начнете с какой из ближней средний дальний ближний на понятненько хорошо не поставишь и и пусть победит сильнейший так вас сначала да все на старт внимание марш 20 время пошло огонь вот уже скоростная ловля кс крючок в воде находится не больше 15 20 секунд вот так ловят спортсмены ориентированы на тарань он даже даже кормушку не набивает чтобы быстрее это было смотрите то есть кормушка добивается через раз юрий решил перейти на дистанцию виктора поближе это с точки зрения тактики в принципе правильно быстрее выматывается он увидел что своего оппонента рыбалка идет быстрее я нашел тоже вот пошел пошел эффективный клев вы видите 15 секунд тарань 15 секунд тарань вот видит набивка как кормушки идет через раз вот такая интересная борьба друзья а я пойду пока вас познакомлю с третьей парой участник денис здравствуйте сергей 20 сергей вот они тоже готовятся у них через полчаса старт денис расскажите на что вы сегодня планируете ловить какую рыбу преимущественно если хочется карася я извиняюсь немножко голос пропал ничего приболел хочется карася но больше наверно будет уклон на плотву либо то парыш червь попробую перловку понятно сергей вы планируете на что опарыш уклон на опарыш на ловлю какой рыбы плотва тоже на под вода потому что больше сейчас еще холодно играть толком не идет больше идет подкормка на для плотвы будет понятно где вы вы спортсмен любитель 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 да тоже так же как я попали в турнир понятно вниз вы тоже любители рыбалки да я тоже любитель рыбалки вот у вас то есть пара полчаса любителей вода вам повезло елки мне так не повезло конечно виновата да у вас тоже сергей 1 1 до пожарки у меня понятно ну молодцы вам повезло очень хорошо то есть победит сильнейший а там дальше как получится а наоборот с одной стороны хочется сильнейшим опытом чуть-чуть набираться ну вот у вас будет возможность может быть во втором туре подобраться опытом это антон всем привет приветствую сейчас сергей я вам покажу антон расскажите в двух словах на что вы ловите ловлю на опарыша на прикормку фишдрим фишдрим а какой вкус запах цвету это спортблэк и плотва спортблэк пополам ловим плоту мелкую 30 грамм средний вес понятно и как результаты успехи но хотелось бы лучше но клюет насчет с какой дальности ловите меня 11 где-то 10 лет вот такая у нас либо понятно in line да какая воздана плотка 50 60 а толщина толщина 012 посылочек 12 12 спасибо сергей здравствуйте я вас помню спокойно немножко расскажите на что ловите парыш красный и белый снасть in line платья так а прикормку используйте еще раз фишдрим лечь специи спортблэк и супер бак то есть три прикормки да еще добавим молотую семечку и немножко конопли и как результаты пока мелкая тарань а там дальше посмотрим так а в качестве наживки опарыш на пары за белый теряя используйте пока что не права аттрактанты какие-то нет нет понял какая дали слова у вас 15 метров до какой длинный поводу будь используя 50 50 до толщина поводка там не только по плату тушу без разницы можно и на двадцатку ловите да не заморачивайся как размер крючка 12 и 14 забрал там все я знаю понятно а какую прикурку будь использовать дремовская киев айки а какой 2 черная дина спортблэк по-моему до этого уже завершали до стоять вот такая прикормка николай ну так поделитесь вашими секретиками чем вы будете побеждать своего соперника планируем пытаться кормить кормить чтоб что-то хотя бы более-менее нормально подошло по размеру пытаться выигрывать на размере то есть карася выходе поймать попробуем по крайней мере поймать это уже когда поймаем а будем пробовать понятно вы какую прикурку эти использовать я буду сладкий лещ супер black и фидер так она крючок опарыш мотыль что пойдет можно посмотреть конечно вы можете показать себе скользящая оснастка так здесь получается шнур отводик такой на кормушке до 5 сантиметров да где-то так 5-7 сантиметров бусинка бисерная резина поводок поводок 70 сантиметров основной дубляже будем ставить метровый пробовать а там как пойдет так кручочек 10 номер десяточка до мало ли будет обрывчик где-то зацепик чуть быстрее перри ставить поводочек по крайней мере для меня понятно друзья хочу вас познакомить еще одной парой соперников это инга здрасти инга здравствуйте это дмитрий дмитрий добрый день так ну дмитрий у нас я такой спортсмен а инга любитель да так понимаю да на что ловите опарыш червяк опарыш червяк да а какую прикорку используете клубника клубника да друзья ну вот инга посмотрите вы поняли да кто тут ловит людей карасик и таранюшка подлещик и бычок что вы хотите все есть вот такая рыбачка в нашем коллективе спортсменов рыбак это точно инга сказать нашу выловить там червяк опарыш а какая снасть два крючка и грузил не ну сейчас выжил два крючка здесь один крючок и это это я вчера с ночи поймала со вчера с серьезно потихоньку идет ну а сегодняшний улов что у вас пол сетки да понятно но очень хочется посмотреть как вы вытаскиваете рыбу честно говоря кроме тарани больше ничего нет только тарань до на бичок да понятно будут место комфортно я скажу не в болоте ну да вот друзья видите девчата тоже участвует наших соревнований и не боятся не боятся участвовать даже не боятся проигрывать даже не боятся проигрывать поэтому самое главное участие вот самое главное участие это горит инга единственная девушка в нашем обществе рыбаков который участвует соревнований участие уже это тоже плюс ну правильно это развитие правильно да конечно вот много можно вот опыта перенять у дмитрия например вот я посмотрела как он пересеивает кашу как он готовит снасти как он какие у него какой у него какая удочка какая катушка вот я понимаю что тут надо учиться учиться вот я простой рыбак любитель но мне интересно было как правильно потому что когда ты соревнуешься с спортсменом с человеком который явно сильнее конечно тебя то ты растешь на собой конечно выручу узнаешь а учиться всегда не поздно вот вот друзья я люблю учиться и мне это очень нравится вот так вот учиться никогда не поздно запомните друзья а здесь место очень хорошее здесь карповое место и сон и карп хороший так внимание смертельный номер погода говорит о том что его можно достать о друзья вот такая тарань не крупная но все равно приятно я понял в один раз карбушку набивать и второй раз нет правильно раз набиваю и раз 10 нет поле на счет 5 вытаскивает дмитрий забросил раз два три 4 5 и тарань есть наличие вы видите покажите пожалуйста свою оснастку если можно так кормушечка на таком интересном и клипса опять фидерганчик да и поводочек один на поводка 50 сантиметров где-то 60 а толщина поводка к 0101 до понятно а толщина основного штура какая 006 а чтоб лидер вы не ставили на нее и не боитесь что порвется а почему я всегда ловлю так никогда не рвется а вы и клипсуетесь до ну друзья 006 вы понимали как ловит спортсмены меньше и сопротивление идет течение на него можно меньше миг грузами а вот и инга очередной раз вытаскивает свою тарань хорошо идет на опарыш руки уже загорели за два дня да дмитрий огорок для чего вы взяли планируете карпа ловить подказываю вдруг подойдет карпик да и что вы хотите сказать что мы такой тонкий поводок можно вытащить карпа конечно можно смотря какого до двух килограмм можно ставить друзья с периодичностью где-то одна тарань в минуту инга ловит инга да ну вы рыбачите вообще всю жизнь всю жизнь все каждую неделю вот это да самая лучшая рыба была всегда у нас ну поехали мы на рыбалку раньше чтобы либо кушать какие снасти грузила большой крючок обычный который на бычка или ну что там на камбалу так ну и что и забросила я червей пучок такой сон клюнул что вообще еле достали ну около 70 килограмм он меня тащит тащил я начала кричать вас точно что ну да шоу и папа прибежал и мы ели его все вытащили вот это да но мы его отпустили мы решили что нам такой старый сон не ну сидишь тихонечко надеюсь смотришь на воду это рыбка клюет даже никому подсак подать иногда на карпа ну что сделать зато какое удовольствие какое здоровье это классно это кайф за прошлая половина времени который выделено спортсменам как дела у вас нормально все хотел карася взял взял да сколько одного пока и плотвичка все хорошо супер карась и плотва да отлично а карась на что карась на парашизм карася не было не был менеджер на тарань приехал тарань а карась не только тарань до такого что тоже только тарань только тарань я вижу ребята ловят на одной дистанции примерно где-то 16 метров быстрый фидер то есть закинул посчитал до 10 и вытащил тарань видите как все быстро делается я очень много сейчас она так чисто привлечь чтобы не убежала видишь как все быстро друзья вот такая друзья монотонная работа на соревновании главное чтоб все было под рукой все быстро четко росла в рассказе как у вас дела идут потихоньку нет меня облавливает да я знал бы взял бы карповые палки какие-то верховод как льет тарань кашата слабо клюет а карася не было понятно мелочь да да пусть скажите как убрать клей с места лова чтобы подошла тарань проще уйти нет но есть ходы у краю во первых укорачивать поводок то есть если речь идет о том как сейчас да много плотного тарани и и ход то есть можно принципе продолжать кормить у клика сама собой пропадет ранее сейчас выжмут ребята не кормят поэтому же что подходит а вообще как бы уклейку что пробить нужно желательно укорачиваться чтоб меньше вот этот вот поводок то чем мы говорили то есть кормушка упала поводок продолжает все движение то есть чем будет короче поводок тем меньше будет этот момент соответственно меньше будет плюс ставить объемные насадки на которые она не будет сеться то есть пусть она идет будет насадку но хотя бы не сейчас чтобы это прямая насадка доходила до дна до другой рыбы целевой варианты есть можно с кукурузкой играется когда вот ранечку ловить то есть можно кукурузку полку кукурузки если совсем плохо еще там бытует меню шипу клика на червяне ловится но все все у него нормально это лишь но тоже можно проводить есть пути ставить тяжелее кормушку тоже поставил тяжелее кормушка там 30 грамм то но три секунды 50 грамм то не там полторы секунды то есть его за эти полторы секунды у тебя выключается уже есть промежуток стало меньше у клейка не вне берет то есть варианты есть просто достаточно индивидуально то есть можно вот по пальцам это укрепить приманку раз укоротить поводок 2 утяжелить кормушку это среди вы переходили на другую дистанцию лова что-то вы что-то меняли в своей только вы на ближней дистанции наслаждались давай владей так а ну подожди давай отторируем держи подожди держи это да и успеем отрезать а ведро то это так 840 может выставлять все на ноль стоит так что нам скажет 6 680 да не 46 640 давай обратно в садок и пока не выпускать давай ведро 6 640 друзья 1 тарань вы видите ничего более но такая есть хороший и землячки да ведь агрессиво крупно надо растениться не подожди до 7 не успокоится не так 7300 да ладно 7300 жмите руки виктор виктор перешел во второй тур да да но но нервничал да нервничал начал спокойно юрина практически вы практически чуть-чуть не сделали спортсмена еще немножко и сделали бы его такого нет ну да не сделал ничего следующий раз буду но какие ошибки были сегодня ошибки были в длине поводка изначально сильный ветер надо поводок выбирать чуть-чуть короче полтора метра вы нечего кидать путается за все подряд попутается поводом мелкий крючок мелкая рыба мелкая плотва это таранька верховодка не знаю что это надо такое маленькая побольше крючок поставил чуть короче поводок 60 сантиметров и уже будет какой-то пошло при таком ветре подсак тоже убирать надо потому что действительно путается очень сильно за него же за этот подсак вот так принципе в режиме в рабочем будем учиться есть чему стремиться порезанный садок ничего у меня такое было на чемпионате полтавской области было кубок или кубов посвятил так ищи дырку а я пока здесь вот через повод 5 5 140 5 140 до а как же вежды вот он а вот не ну через это что она вся свинтила это нереально смотрим что там у антонов мелочь конечно хотя есть и крупная тоже 7 570 жмите руки друзья ну вот все антон его поздравляю за сегодня авторитую ну чудо не совершилось да да не случилось ничего доверить но я очень переживал на самом деле потому что сережа очень быстро ловил приходили на какую-то другую дистанцию по время сначала чуть дальше начал там 11 12 метров деда 10 до 11 он ближе подошел где-то метров 6 6 метров то есть буквально вот чуть ли не за на 2 на 2 удилища рам только так можно было понятно сережа вы тоже сначала его где-то метров 30 потом начать это метров 15 в конце именно уже поставил иначе где-то 7 8 метров то есть построили себе под антона да я понимаю я просто пробовал разные точки и разные места и потом я понял где поставил рыбу на темп и где 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 получилось вот рыба где-то 7 8 сережа подошел ближе как раз на дистанцию 6 метров это все руки просто увидели что он там ловит увидел слове ты перешел потому что понимал что не успеваю вот друзья вот эта тактика тактика ловли вот вам один из маленьких секретов правильно это да друзья ну крайняя минута осталась в соревновании дениса и сергея не практически уже вытаскивают свои оснастки с воды осталось там проверить кто из них победитель оба любителя такой герой причем такого красавца посмотрим на него хорошенький 308 3 до 8 до 2 920 2 920 плотно очень плотно елки-палки очень близко из поздравляю спасибо вы переходите во второй тур до сергей ну ну как я так выпускаем друзья видите жены некоторых рыбаков даже приезжает поболеть вы своих мужей это николай николай росислав только тарань только мелочь одна вертовоза и веса по 6 по 7 килограмм . тарань куча рыб 608 до 606 возника шо одной рукой ты что здоровый сильный потянешь ношу а ну смотрим так момент момент истины я просто прячу тростик и я вот истец поплавочник в принципе на сколько пошел на пять шестьсот пятьдесят пять шестьсот пятьдесят пять шестьсот пятьдесят тростик вот так вот держи все еще будет ты же столько десять лет спорте ты будешь николай вы помогаете перемену лечь чемпиона елки-палки посмотрите спортсмена выиграли вот так друзья чудеса бывают бывают дайте вам пожать вашу мужественную руку красавелла расскажите как вас это было все как верховодка спасла как оказывается весь торт это случайно молодец молодец вот друзья воду нужно участвовать в таких соревнованиях даже любителям не просто везет а реально есть возможность победить спортсменов рыбаков расстраивайте больше спортсменов им полезны будут лучше рыбы нато попривыкали что мы такие крутые ты меняшку и дел все можно красавчик вот это я понимаю ростик а мужики плачут друзья вы были на канале все для клево оставайтесь с нами ловите с нами словите лучше нас всем пока всего хорошего